всех приветствую с вами я ваш веган христолюб мы с вами сегодня продолжаем изучение таких моментов отрывков из библии из цикла и серии роликов не веган ибо иисус или там моисея или апостол некий что-то сделали что-то сказали что якобы не соответствует веганству и значит можно быть невеганом раз кто-то так делал сегодняшний ролик уже видите называется невеганный бы иисус погубил стадо свиней свиной стада этот отрывок у нас с вами эпизод описан в евангелии от марка 5 глава с 1 по 20 стих давайте его прочитаем кстати скажу маленькое предисловие когда-то один человек будучи христианином благодаря моим роль но он уже сам вышел там из своего культа из протестантского псевдо христианского культа благодаря моим роликам свободу во христе такую обрел тоже потому что ну-то он там волновался все переживал не находился так скажем покоя но благодаря моим видео как раз нашел их и вот и свободу во христе обрел мир свободы во христе до поняв что все он все время правильно он там взбунтовался обличал пастыря он пожилой он был намного старше меня мы даже виделись в реале я когда ездил два года назад по югу россии на машине проехался ища место на пмж и к нему тоже заезжал он не приглашал и мы несколько дней пробыли вместе в общении вот очень было здорово и более того это уже было после нескольких лет по моему ну или года точно нашего общения через интернет по skype мы до этого уже все общались и он несмотря на свой преклонный возраст стал веганом причем не вегетарианцем а полностью веганом супруга по моему стала вегетарианцы грянкой не знаю может быть сейчас веганка и он уже где-то полгода назад умер она мне написал с его аккаунта супруга в телеграме что он ушел светлый мир да вот мы с ним правда в последние там времени законфликтовали за навального кто помнит из-за те ну за то что я заступался за то чтобы человека не гнобили несмотря на его недочеты в жизни недостатки что он не святой над не значит что человеку можно творить зло в ответ на другое зло да и мы с ним конечно порвали прервали общение так скажем но все равно как видите я обо всех всегда стараюсь светлой памяти в этом плане думать плохого ничего не делал тоже меня поддерживал и материально в том числе до помогал мне в служении всегда тоже копеечку переводил вот и да и все кто меня кто принимал истину они меня и словами конечно да всем поддерживали служение проповедника но не простое всегда но с непосредственно связано с несением креста пруга непоношение да все этого оскорбление непонимание вот и поэтому когда есть единомышленники они те конечно поддерживают вот поэтому у меня не украсть сама светлая память ну не нашли так не нашли в этом понимании поэтому просто я с людьми мы можем как будет немножко разойтись но время все расставить на свои места вот такая вот предыстория и к чему я все это рассказал он мне тогда в телеграме я как сейчас помню уже это игры часа на искать эту переписку тем более много общались от на там отматывать нельзя куда он мне тогда тоже задал этот вопрос может быть еще где-то я встречал у себя там в комментариях в личке но я запомнил точно что он мне написал вот он не спросил вот это случай с так называемым гидаринским бесноватых бесноватым в разных евангелиях этот случай описан причем противники там библии любят выставлять на показ что в одном месте описано один бесноватый другом 2 это вообще не имеет значения когда люди описывают события давнишние давнишние события какие-то прошлого ну вы спросите двух разных людей а даже о своих событиях чего не помнят вот с вами там происходило или сами попробую вспомнить что через год было вы сами понапутаете и будете думать только так было только так только там был пашка то ли не был я уж не помню да вот это тоже самое вот но случай действительно вот по поводу этого свиного стада мне задал вопрос как ты объяснишь я тогда конечно же как седает я делаю обычно обещаю что я запишу на этот ну так как я понимаю что это вопрос массовый он интересует не только естественно моего так скажем брат этого христе тем более веганного христе да который стал но я ему кратко по моему ответил и вот беру ну когда доберусь запишу все эти видео но вот я добрался и до этого видео давайте мы будем теперь читать сам этот эпизод и дадим ответ на эти вопросы почему же такое произошло действительно погубил ли иисус свиной стадо до свинюшек абсолютно не вырванные из контекста эпизод берем самые крайние стихи которые описывают эту ситуацию и пришли на другой берег море в страну гидаринскую и когда вышел он из лодки иисус тотчас встретил его вышедший из погребальных пещер человек ну раньше хоронили не как сейчас в земле закапывает раньше все было по-другому просто были в скалах где-то пещеры и там просто полагали до времени пока целиком не сохнет потом кости мы забирали обычно тоже либо у себя где-то уже кости закапывали там в домах или хранили ли ну по сути могли хранить точно так же как хранят прах после кремации и вот этот человек бесноватый жил вот естественно в таких можно сказать в гробах как это на всенодальном написано но это пещеры для погребения да просто такие этот человек был одержим нечистым духом он имел жилище в этих пещерах и никто не мог его связать даже цепями потому что многократно был он скован оковыми цепями но разрывал цепи и разбивал оковы и никто не в силах был укоротить его и всегда ночью и днем в горах и пещерах кричал он и бился о камни увидев же иисуса издалека прибежал и поклонился ему и скричав громким голосом сказал что тебе до меня иисус сын бога всевышнего заклинаю тебя богом не мучь меня ибо иисус сказал ему выйди дух нечистый из этого человека и спросил его иисус как тебе имя и он сказал ему в ответ легион ими мне потому что нас много и много просили его чтобы не высылал их вон из страны той послой же там то есть бесы просили его это большое количество легион бесов просил чтобы не высылал их вон из страны той послой же там при горе большое стадо свиней и просили его все бесы говоря пошли нас в свиней чтобы не войти чтобы нам войти в них иисус тотчас позволил им и нечистые духи выйдя вошли в свиней и устремилась стадо с крутизны в море а их было около двух тысяч и потонули в море пасущие же свиней побежали рассказали в городе и в деревнях и жители вышли посмотреть что случилось приходит к иисусу и видит что бесновавшийся в котором был легион сидит и одет и в здравом уме и устрашились видевшие рассказали им о том как это произошло с бесноватым и о свиньях и начали все просить иисуса чтобы отошел от пределов их и когда он вошел в лодку бесновавшийся просил его чтобы быть с ним но иисус не дозволил ему и сказал иди домой к своим и расскажи им что сотворил господь с тобою и как помиловал тебя и пошел он и начал проповедовать в десятиграде что сотворил с ним иисус и все дивились как же рассматривать этот случай ну видите у некоторых возникают мысли что иисус такой нехороший якобы погубил свинюшку конечно же это не так я перед этим видео записал ролик под названием он прям на канале получается они будут последовательно друг за другом но роликов уже у меня много на канале можно потеряться значок выглядит вот так вот здесь если не забуду в подсказке дам в описании и в комментарии под роликом тоже если забуду напишите мне в комментарии я дам ссылку посмотрите обязательно чтобы понять этот ролик я постараюсь здесь просто не повторяться я только что записывал это видео бог злой или добрый если бог есть но это на значке а название его ну пока такое черновое еще не оформил я прям следом сейчас записываю вот это видео которое вы смотрите если бог есть любовь то почему страдают животные там я и в общем во всех страданиях в частности о животных да потому что познать почему вот это все произошло и виноват ли бог в том что бесы как мы видим с вами из прямого текста неисус же погубил свиней а бесы погубили свиней а вот почему иисус позволил бесам погубить свиней вы найдете ответ в том ролике здесь я скажу кратко и поэтому этот ролик по сути такая перелинковка к тому видео там я уже более про распростерто массово сказал о сущности бытия божьего до природе иисус христа в том числе затрагивал здесь скажу кратко по сути получилось такая я некоторые ролики парами вот так записываю специально чтобы не повторяться одно и то же не говорить и не растягивать этот ролик бог есть помимо любви есть и свобода и бог помимо растительного мира всячески во всем присутствует и в животных и в людях и в ангелах которые по свободе по своей свободе выбора добра и зла тоже могут быть добрыми или злыми то есть как называют ангелы или ангелы или бесы по-другому вот ну кто просто глубоко всех знает понимает почему я такие слова употребляю ангелы там есть такое слово тоже да представляете вот по сути это без означает да вот и поэтому мы с вами видим что бог особенно когда бог любовь явился во плоти виде иисуса христа то что мы знаем должны знать о боге в самих себе бог любовь свобода и бессмертия и свобода очень важно здесь акцент я как всегда вы делаю да явившись во плоти явил нам все эти природы божьего бытия здесь то же самое бог не виноват ни в одной скорби происходящее на земле потому что бог этого зла не творит все зло творят точно также по его образу подобие обладая свободы и бессмертием и свободу выбор между добра и зла соответственно либо любовью либо зло по собственной воле без и так называемые такие же сущности они очень похожи на человека все какие-то болячки и это все энергии это все живые такие духи на энергии как хотите да который может подцепляться к человеку не подцепляться пытать его или мучить каждый здесь из нас может друг друга вдарить по голове обокрасть обозвать изнасиловать или убить можем это делать с животными с людьми или с природой насилая коверкая уничтожая ее мироздание не просто являются любовью но является свободой и свободы и любовь это две стороны как я говорю одной медали ребрышка у которой есть вечность бессмертие это очень важно понимать мы видим что иисус не говорил бесам идите в свиней погубите их в море нет это такие же сущности которые выбирают между добром и злом вот и все более того время разделения просто еще не пришло не пришло время великого суда когда земля и все дела на не сгорят и все предстанут перед богом и ангелы и ангелы и хорошие люди и злые люди и все будут все время разделены на два лагеря на тех кто не творит никакого зла и сколько может творить добро и тех кто сознательно творит зла от мала до велика там будут и ангелы все и бесы до беса никого в аду жарить не будут они в аду будут с такими же без ими людьми да ничем не уступающие и вот они там друг друга жарить и будут а ангелы будут со светлыми людьми этой при естественном разделении вот и все здесь тоже самое поэтому на этой земле мы все тут в одном чане крутимся и ангелы и бесы и люди просто ангельский так называемый невидимый мир но по сути просто более тонкий он точно такой же существует ангелы и демоны имеют человеку и все эти сущности то считаешь как и запах плохой ли дурной то считаешь как есть собака добрый злая есть и нир энергия там в виде собаки добрый злой какой-нибудь маленькой там и так далее да и и здесь все имеют друг другу свободный доступ то считаешь как человек может ударить человека по голове точно также тебе дьявол может ударить по голове ну пусть не прям физически как говорится невидимо да там присосавшись болячка головной болью образно говоря до сосудики тебе сжать то здесь мы все имеет друг другу доступ вот и все поэтому это очень все важно понимать поэтому иисус и те же самые бесы когда просили христа войти свиной стадо они просили войти его и сказали мы его погубим иисус им позволил нет они сказали можно войти мы все соединились с какими-то ангелами или бесами вот и все как говорят на правом и на левом плече сидит здесь ничего такого не произошло иисус лишь показал природу богу которую он сам является ибо это бог пришедшего плоти он лишь нам просто во плоти все это явил что так именно и происходит в мире что бог так скажем ни во что невмешно что ни во что не может вмешаться он помимо любви есть свободы и все его быть и свобода и все его бытие обладает этой свободой и это лишь нам по-детски передан так диалог на самом деле все это происходит само без участия так скажем бога иисус ходил бог явился в плоти только для того чтобы людям которые не способны познать истину без видимых образов до познавали хотя бы через видимые образы вот и все а такое происходит сплошь и рядом вы помните иисус рассказывал притчу про человека который ну сам или кто-то ему помог освободиться от бесов до а беса и когда человек этот дом потом еще и убрал но не заселил ангелами то этот бес взял с собой еще 7 худших и вселился в него точно так же иисус разными притчами реальными случаями жизни показывал как все просто происходит на самом деле вот и все что в этой фразе и в этом событии есть конечно же тоже что можно подчеркнуть как раз это то что действительно с одной стороны по плоти ничего и бог управляет мирозданием и человеческими судьбами человеческими обстоятельствами да бог великий учитель великий наш родитель которые школы жизни учит нас познанию добром между добром и злом познание истины самоопределяясь в разных уроках и школы школе жизни поступках которые мы совершаем через боль или наслаждение познаем что есть хорошо что плохо и потом уже сами делаем выбор вот и все иисус лишь тем что показал что когда бесы у него просили это что конечно же так скажем без воли божьей как в том ролике да там мне вопрос просто задавали я взял за основание сообщение которые мне в личку писали про прося ответить на них вот что якобы ничего не происходит на самом деле мы видим что вся эта воля божья она и проявляется в свободе иисус показал что казалось бы он правит над всем да и позволяет кому-то или может запретить казалось бы что он бог всемогущий но при этом получается он не делает не так скажем не посылает их потому что бог есть любовь не посылает и их бездну вот и не запрещает им творить зла не его попросили вселиться что плохого что-то скажем это же ангелы любые бесы это ангелы такие же люди как и мы вот если плохой сын там родителям горит можно я там к другу скажу ли к соседу ну что плохого с он пойдет к другу к соседу там или в магазин сходит родитель горит иди казалось бы другу идет да но если он потом этого друга со злости они там подрались и за не поделили там игрушку или джойстик для приставки в детстве да и друг другу он ему там зуб выбил или голову сломал этому другу разве родители виноваты в том что их сынок они знали может сын там шабутной был конечно может вообще там драчун и в школе но друг то нет он же с кем-то даже драчуны и злодеи дерутся с кем-то и в любых каких-нибудь опг или бригадах они конечно любит друг друга вор вора да ну правда все это любит друг друга до первого поглаживания против шерстки здесь тоже самое вот вам образ я вам специально что он такие непонятные сами домыслить не можете я вам помогаю да у родителей может быть сын шабутной злодей там всех обижает много но к другу отпрашивается еще пусть молодой родители то имеют власть там на 13-летними детьми ну я пойду к ваське ну иди хотя знаю что и неизвестно дойдет ли только по дороге где-то на нашкодит оказалось еще и другу собственно тумаков навалял там из-за чего-то здесь тоже самое иисус не 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 повелевал бесам губить это стадо ничего такого к нам все мы с вами все еще с кучей сущностей внутри злых или добрых мы творим добро и желаем добра в нас куча добрых ангелов как это готовит добрых сущностях энергии ты милосердный в тебе дух милосердия все ангелы милосердия с тобой до дух нежности ты нежный любве обильно все это в тебе есть ты чувственные ты внимательные да все ты умный в тебе дух ума и разума все это присутствует человеке ты злой в тебе дух злобы да и не один еще там и жестокость и коварство вот и все же это образы хоть и не существует как бы но вы сами все понимаете вот весь я вам эти примеры показал вот поэтому этот случай в евангелии описаны с иисусом христом ни в коем случае не может являться для не вегана тем более христианина не становиться веганом то потому что иисус якобы он зверей не любил нет просто бог есть любовь бессмертия и любовь и неизменная часть которую невозможно никак отодрать как невозможно отодрать какую-нибудь сторону от одной от медали от монетки это свобода все мироздание свободно она сама добровольно избирает между добром и злом и в этом случае иисус просто на по плоти явно показал сущность божества и как вообще в мироздании все происходит бог не вмешивается в свободный выбор своего творения сам определяясь когда он между добром и злом люди ангелы должны сами добровольно стать богом любовью без свободы это невозможно и без желания и вот и мир никогда не станет светлым пока все это не изберут абсолютно в полноте вот так вот поэтому это случай для христианина тем более ни в коем случае никаким оправданием быть не веганом не может быть так что go vegan становитесь веганом потому что если вы если вы не веган вы не христиане никакое царство небесное вам близко не светит потому что убивающие животных эксплуатирующие животных учать кос прям или косвенно участвующие в эксплуатации убийстве животных эти люди не то что рая там не то что царство небесного они рай недостойные и далеки от него эти люди убийцы животных это те же самые убийцы детей стариков и немощных вот там о каком-то небесном царстве близко мечтать нельзя в небесное царство входят те кто не творят зла и сколько могут делать добро даже жертвенное когда за добро за это за проявление добра в поступках страдают так что надо это все понимать так что все становитесь веганами чтобы войти в небесное царство на моем канале христалю проповедь и упивающего в пустыне вегана вы найдете я с сегодняшнего дня поделил у меня был ролик веган во христе я его разделил там уже было очень много видео причем все-таки их можно было поделить получилось всего четыре ну один плейлист веган по сердцу это не мои авторские проповеди которые я в ю тубе собираю других веганов там и выступление и клипы и фильмы все что вам может и про индустрии вся правда там о всех производстве как все это жестокостью насилием происходит все вы сможете в этом плейлисте веган по сердцу найти второй плейлист это не веган потому что кто уже видел я записал такую серию по образу и подобию и прям читая текста это винтерс это землянина проповедника веганство вегана проповедника веганство из англии посмотрите там 40 видео получилось найдете ответы на все свои вопросы по веганству у него называлось 30 оправданий я похоже сделал меня даже больше там получилось уже потом веган во христе это где я вот ну не прям обращаясь буквально к текстам свободе слова обо всем говорю хотя веганство и христианство это неразделимые вещи веганство часть христианства истинного настоящего христианства в свободе во христе может это любовь к животным а христианство это любовь ко всему божьему творению вплоть до жертвенной любви даже к врагам а вот веган по библии это плейлист я тоже в отдельный выделил где будет вот это видео это все где прям из библии начиная с ветхого завета от сотворения адама и евы и первой заповеди вкушать когда мир был создан веганскими все должны были любить друг друга и тем более не потреблять не в пищу продукты животного происхождения полученные через насилие или убийство вот но и заканчивая всеми местами которые есть и в новом завете все я как видите туда пишу и добавляю кому интересно все там смотрите все найдете на этом у меня все лепим обязательно лайки и делимся этими роликами в соц сетях чтобы люди узнавали правду истину переходили на сторону света и познавали истину в полноте обретали полноту блага бытия уже здесь и уж тем более когда стяжут небесное царство внутрь себя в него попадут в свое время и по плоти а Субтитры создавал DimaTorzok